В сети сравнили смартфоны iPhone 13 и iPhone 14 и отметили несколько отличий. А одно из обновлений смартфона станет крупнейшим обновлением в смартфонах Apple за последние годы. Сейчас мы с вами обсудим самые интересные новости о готовящихся смартфонах Apple. Но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет! Вы на канале Копипаста, у микрофона Антон. Поехали! Надоело копить деньги на AirPods? Пока ты откладываешь половину зарплаты на яблоки, другие уже купили беспроводные наушники CGPods от тюменского бренда Case Guru. Главная фишка наушников – влагозащита. Невероятная альтернатива для тех, кто не может без наушников. А все потому, что без розетки они могут работать до 20 часов. Брутальные беспроводные наушники CGPods 5.0 в неубиваемом кейсе из авиационного алюминия. Выдерживает до 220 килограмм. Повредить их просто нереально. Компактный CGPods Lite в изящном и миниатюрном кейсе антистресс. Покорил многих девушек по всему миру. CGPods точно удержится в ушах даже во время самой активной тренировки. 11 команд управления прямо с наушников. Цена прямая, без наценок сетевых гигантов. Всего 5490 рублей. Один год гарантии. Не ремонт, а замена. Переходите по ссылке в описании. Введите промокод копипаста и получите дополнительную скидку 200 рублей. Издание MacRumors получило макеты всех четырех смартфонов линейки iPhone 14. Их повертели, показали со всех сторон и сравнили с актуальными смартфонами 13 серии. В целом, внешней отличий не то чтобы уж много. Самое главное – изменение модельного ряда. Никаких больше iPhone с приставкой mini. Модельный ряд теперь будет состоять из четырех смартфонов. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Младшие смартфоны получат привычную челку и в целом будут выглядеть так, как мы с вами привыкли. А вот iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станут первыми смартфонами Apple с двойным вырезом. В одном вырезе будут размещены сенсоры для системы Face ID, а во втором – сенсор фронтальной камеры. Помните, раньше говорили о подэкранном Touch ID? Так вот, сейчас, судя по данным всех авторитетных инсайдеров, включая Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple полностью отказалась от идеи размещения подэкранного сканера отпечатков пальцев в своих смартфонов. Так что только Face ID и никакого разнообразия. Я отношусь к тем людям, кому и Face ID, и Touch ID удобны. И я лично никаких проблем не вижу. А если вам по какой-то причине нужен подэкранный Touch ID, то, увы, смартфоны Apple вас этим не порадуют. Но вернемся к сравнению макетов. Из отличий, которые нашли авторы портала MacRumors, блок основной камеры прошек выступает больше, что ожидаемо, учитывая слухи, связанные с обновленными камерами. Но об этом чуточку позже. Что же касается производства, то тут не все так просто. Как сообщает Россиянг, поставки дисплеев для iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max отстают от графика примерно на месяц. По его данным, это не повлияет на сроки поставки и при запуске смартфонов не ожидается каких-либо проблем. Для Apple эта ситуация не новая. Вспомним запуск iPhone X, когда ждать смартфонов пришлось дольше, чем обычно. И он поступил в продажу только в ноябре. Также из ответов Россиянга, а он занимается поставками дисплеев и знает, о чем говорит, становится ясно, что смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат Always-On Display. Добавим к этому упоминание об этой функции в бете iOS 16. И получаем, что практически со стопроцентной вероятностью прошки получат таки долгожданный Always-On Display. Ну и напоследок о ключевом обновлении, которое получит все смартфоны линейки iPhone 14. Как сообщает инсайдер Ming-Chi Kuo в своем твиттер-аккаунте, все четыре смартфона линейки iPhone 14 получат обновленный сенсор фронтальной камеры. Фронтальная камера получит автофокус, а качество фото и видео значительно вырастут. По сообщениям Kuo, сенсор получит диафрагму f1.9 против f2.2 в смартфонах линейки iPhone 13. Как итог, смартфоны будут делать более качественные селфи в условиях с низкой освещенностью. Для любителей селфи и тех, кто записывает сторисы и прочие штуки на фронтальный сенсор, обновленные смартфоны 14 серии станут значительным апгрейдом. И это не первая новость, связанная с фронтальной камерой. Как сообщает корейское издание ET News, фронтальная камера в смартфонах линейки iPhone 14 будет стоить в три раза дороже предыдущей, а производством сенсоров займется LG Inotec. Что же касается основной камеры, то по предыдущим инсайдам Ming-Chi Kuo мы с вами ожидаем появления 48-мегапиксельного сенсора основной камеры в смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. А как часто вы пользуетесь фронтальной камерой? Я вот, например, практически ее не использую. Ваши же мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш YouTube и Telegram-каналы, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста, у микрофона, как всегда, Антон. До связи!